Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию набор фирмы ICM DS-3512 и, как видите, этот набор ракетной артиллерии Красной Армии Второй Мировой Войны. Техника, предоставленная Советскому Союзу по ленд-лизу. На буксарте мы видим два грузовика ВОД, один с ракетной установкой БМ-13, а второй грузовик бортовой. Грузовики ВОД британской армии. Также на буксаре видим расчет пехоты, который заряжает ракетную установку, и видим водителя, сидящего в бортовом грузовике. Коробка очень крепкая, хорошая, и теперь смотрим. Установка БМ-13, 343 детали, бортовой грузовик, 272 детали, и 52 детали, расчет ракетной установки, 13 деталей, это водители, водители грузовых автомобилей. Сейчас раскроем коробочку и посмотрим, что внутри. Открываем нашу огромную коробку и сразу видим полную коробку с литниками. И посмотрите, друзья, в такой папочке лежат инструкции по сборке моделей. Сейчас все распакую в целлофановых пакетах и рассмотрим все поподробнее. Видео, наверное, разделю на две части. В первой части мы рассмотрим инструкции, во второй части мы рассмотрим пластиковые литники. Видим такую замечательную папочку, очень красивый принт, глянцевый. Здесь мы видим грузовик ВОД бортовой, здесь установку БМ-13, 16 на базе грузовика ВОД, расчет и водители. Также в комплекте идут ящики с ракетами или с реактивными снарядами. Раскрываем папочку и видим инструкции. Буклет с водителями. Можно делать водителей фуфайки, а можно делать как бы летний вариант, гимнастерка и пилотка. А здесь фуфайка и зимняя шапка. Набор состоит из двух литников. Также рассмотрим буклет с расчетом. Здесь расчет данном в летней форме и лодках. Поэтому, я думаю, целесообразно, если собирать для диорамы, то и водителей делать в летнем обмундировании. Набор состоит из одного литника. Также мы видим набор с пехотой. Прилагается и оружие. Винтовки, автоматы ППШ, ППД. И также мы видим, какие нужно использовать краски при покраске данных фигур. Видим литник с ящиками и реактивными снарядами. Здесь краски, которые нужно использовать при покраске. На двух литниках нам дают снаряды и ящики. И здесь мы видим инструкцию по сборке. Теперь рассмотрим инструкцию БМ-13-16 на базе грузовика. Вот. Здесь мы видим помеченные коричневым цветом детали, которые нам не понадобятся при сборке. Очень хороший принт. Все очень хорошо отпечатано. И теперь рассмотрим этапы сборки. Все очень понятно. Схематично, подробно показано. И как видим в инструкции здесь дается довольно неплохой двигатель. Неплохая деталировка. Этапы все подробно расписаны. Я думаю, данную модель соберет как и новичок, так и профессионал. Если следовать инструкции, собирать аккуратно, то я смотрю, здесь ничего сложного не будет. очень мне нравятся книжечки, как делает компания ECM. Удобно перелистывать, удобно ложить перед собой на стол, собирать. Одно удовольствие модели. все очень-очень хорошо. Как видим, можно собирать установку в боевом положении или в походном. И здесь мы видим уже окрашенную модель БМ-13-16 на шасси грузовика ВОД. Россия, 1942 год. Ну, а теперь рассмотрим грузовик ВОД-6 бортовой. Все так же хорошо отпечатано. Здесь краткое описание по машине, краски, которые нам предлагают использовать при покраске. Видим литники, которые идут в наборе. И смотрим опять же инструкцию по сборке. очень хороший принт. К нему у меня претензий нету вообще. Опять же видим очень хорошо детализирован двигатель, хорошо детализирована ходовая. Деталей не так уж и мало. Очень все подробно показано. скажу друзья очень интересный набор. Особенно если его брать в такой комплектации DS3512 где два грузовика расчет водителя можно сделать неплохую диораму. А сейчас у фирмы ICM выходит очень много новинок грузовики Chevrolet там тоже есть установка BM13 есть бортовые если это все собрать вместе то реально получится очень интересная красивая диорама. Спасибо компания ICM что радует нас хорошими новинками. Ну и как видим данный грузовик не очень сложно и собрать поэтому я модель могу порекомендовать и новичкам. Ну и здесь мы видим грузовик вот Франция Германия Великобритания Малайя но к сожалению в Лен-Лизовском варианте почему-то здесь не указали его но если шли установки на данной базе реактивные то бортовые грузовики также присутствовали в советской армии на этом друзья первую часть заканчиваем кому интересно пластик можете посмотреть во второй части